уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на июнь месяц что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто в свободном поиске раскладе также будет участвовать две дополнительные карты форс мажора или скрытых факторов отдельно для женщин отдельно для мужчин несмотря на то что расклад я рассматриваю в общем для всех то есть есть общие моменты есть те моменты которые буду озвучивать отдельно женщинам отдельно мужчинам козерогом сегодня работаю на колоде таро чиро марчетти таро снов именно эта колода будет отвечать на наши вопросы все что требуется от вас на момент просмотра это умение внутренне расслабиться выбирайте себе место поудобнее размещайтесь рядышком с моим столом и мы с вами вместе начнем просмотр что вас ждет в этом периоде помните о том что расклады нужны именно для того чтобы вовремя высветить негативные стороны вашей жизни зная о чем-то наперед вы многое способны подкорректировать есть в жизни те моменты которые мы не можем обойти то есть то что назначена кармой судьбой но есть и то в чем дано нам право выбора поэтому именно карты посредством вселенной способны дать важные подсказки и советы и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами и сразу хочу обратить внимание на то что ваш расклад вошло сразу три старших аркана один из них вошел финансовую сферу это один из самых сложных карт старших арканов 15 аркан дьявола также карта правосудия вошла в рабочую деловую сферу для тех кто работает и есть еще карта джокера карта древа сифирот которая говорит о том что все-таки многим из вас в этом периоде в чем-то должно повести в особенности если говорить о мужчинах козерогах но то что касается женщин у многих здесь будет возможность поправить свое здоровье для тех у кого действительно есть недомогания или хронические заболевания ваша склад начинается с карты пажа монет и если говорить о вашем общем запасе энергии а именно эта карта ваш общий запас энергии и показывает то его у вас предостаточно вы с оптимизмом смотрите и в день настоящий и в отдаленное будущее вы очень трудоспособны трудолюбивы приспосабливаемый к любым условиям вы проявляете огромную выносливость и это те качества которые пригодятся вам буквально во всех сферах жизни конечно больше всего на сегодняшний день вас может беспокоить финансовая сторона вашей жизни потому что карта пажа монет может говорить о том что очень много расходов очень много с этим хлопот суеты и расходы могут где-то превышать ваши доходы и для вас важно что-то улучшить в рабочей деловой сфере но вы верите в себя верите в свои возможности вы знаете что рассчитывать нужно только на себя а не на кого-то поэтому на себя вы по большому счету и рассчитываете для многих также актуальна тема образования и если вы на сегодняшний день чему-либо учитесь это большое усердие в учебе любознательность умение концентрироваться на том вопросе который вы изучаете и в общем то хорошие результаты для тех у кого есть детки очень много волнений переживаний может быть связано с вашими детьми но я вижу что для тех у кого есть дети или внуки очень много мыслей связано с вашими детками и с их дальнейшем будущем теперь посмотрим что происходит с вашим здоровьем в дом здоровья для вас выпала карта древа жизни и для многих из вас эта карта может все-таки говорить о долголетии даже если у вас что-то сейчас не так по здоровью но эта карта может показывать и наследственные заболевания которые передаются по наследству поэтому если вы такие имеете конечно же свое здоровье нужно улучшать скорее всего вы делали диагностику и не один раз и по этой карте могут быть еще дополнительное обследование любое лечение если сейчас в этом периоде у вас есть определенное назначение прописаны вам абсолютно правильно я так полагаю что кто-то из вас по своему здоровью обращался и к ясновидящим а это говорит о том что мог или могла быть в прошлом порча негатив который возможно вы снимали и сейчас на вас стоит хорошая защита но все таки по здоровью я сейчас дам дополнительную информацию то что касается здоровья у мужчин ситуация выглядит получше чем у женщин женщинам стоило бы обратить внимание на вопросы гинекологии также показаны суставы конечности ног показан поясничный отдел я так полагаю что у многих из вас были ранее хирургические вмешательства может быть в недавнем прошлом обсуждался вопрос по хирургии и по этому поводу было очень много сомнений или очень много разговоров показано что что-то если говорить о женщинах находится у вас в состоянии хроники может быть нарушен обмен веществ показаны некоторые проблемы и в области сердца может быть образование тромбов может повышаться давление артериальное или наоборот резко падать и это то что вам нужно контролировать показано то что часто может болеть голова и то что по факту вам нужны систематические просмотры или если есть уже назначенное лечение то вам нужно строго следовать инструкциям врачей эта информация предозначается для тех женщин которые действительно болеют те женщины которые абсолютно здоровы вас это не касается я говорю о тех у кого есть отклонения а здесь явно что то есть в состоянии хроники и мне не нравится ваша спина в общем ваш позвоночник тоже может побаливать шейный отдел здесь тоже показан примерно 6 10 позвонок здесь тоже может быть защемление сосудов если говорить о мужчинах показаны проблемы связанные с ногами есть общая усталость на которую вы просто не обращаете внимание но может побаливать спина также поясничный отдел показано немножечко желудок поджелудочная но больше желчный скорее всего вам нельзя кушать острую пищу может быть ранее или сейчас вы принимаете определенные таблетки которые могут влиять на вашу печень не очень положительно если говорить о верхней части туловища тут все более не менее нормально и под контролем то есть если говорить о мужчинах то обратить внимание на ноги вопросы урологии почки и также желудок поджелудочная кстати если говорить о мужчинах возможно кроме традиционного лечения и нетрадиционные методы лечения такие как иглоукалывание или лечение ядами но это может быть и применение любого рода мази то есть здесь все индивидуально для тех кто абсолютно здоровье это укрепление своего физического тела и в общем-то прекрасное самочувствие но для тех у кого есть проблемы вы лишний раз может быть что-то для себя услышали и надеюсь что сделаете правильные выводы теперь перейдем полностью вашу рабочую деловую сферу и в рабочую деловую сферу для вас выпала карта старшего аркана справедливости и карта пятерки жезлов карта старшего аркана справедливости говорит о том что на сегодняшний день из-за работы в вашей душе есть очень много знаков вопросов возможно что-то в отношении работы нужно менять или корректировать эта карта может показывать любые официальные моменты или договоренности возможно вам нужно с кем-то перезаключать договора может быть вы что-то хотите поменять в основной работе если вы работаете в коллективе то это напряженная борьба между людьми в коллективе каждый думает о своем интересе и ваши интересы мало кто учитывает но я не вижу чтоб вы работу потеряли может просто стоять вопрос того что вы обдумываете или новые или дополнительные варианты по работе но здесь есть сомнения потому что вы слишком много оставите на чаше весов и это своего рода риск вы понимаете что так легко и просто сейчас куда-то пойти устроиться не получится в основной работе могут возникать напряженные или конфликтные ситуации спорные моменты когда вы с кем-то будете выяснять отношения но это здоровая конкурентная борьба когда каждый отстаивает свои права интересы и свои позиции вы не из тех людей которые позволяют на себе ездить и кататься поэтому если что-то не по вас вы тут же стараетесь внести ясность или ставите вопрос ребром по натуре вы человек очень справедливый и прямолинейный возможно не всем нравится то что вы можете открыто говорить правду вы ко многим относитесь справедливо и честно но вы хотите точно такого же отношения и к себе и если вы видите определенную несправедливость в делах работы или в каких-либо переговорах тут же пытаетесь нести ясность но может возникать конфронтация также на вашу деловую сферу выпала еще одна карта то есть она попросилась сама собой и я ее таки оставила это рыцарь мечей в вашем случае это дама мечей женская карта и она может говорить о том что на вашу рабочую сферу может влиять женщина или с помощью женщины вы будете решать определенные официальные вопросы касающиеся работы если говорить о женщинах козерогах в особенности молодых то я вижу очень много амбиций но кто-то вас если вы работаете в коллективе пытается вас заземлять явно того что вы имеете на сегодняшний день вам недостаточно и вы задумываетесь на будущее о чем-то большим поэтому может даже рассматриваться смена направления а смена рабочей деятельности если говорить о мужчинах это не обязательно женщина с которой вы связаны работой конечно это может быть и коллега но для кого-то это может быть женщина друг с которой вы советуетесь по поводу работы и эта женщина дает вам дельные и важные советы вот такая интересная дополнительная информация если это большие или крупные организации внутри самих организаций может быть раскол и здесь каждый пытается удержаться за свое место если вы работаете на себя то скорее всего у вас есть конкуренты это не один человек люди которые вам сознательно могут создавать помехи но вы только сильнее становитесь в этой борьбе теперь рассмотрим карты для тех кто не работает вообще для вас выпала восьмерка жезлов и карта дамы монет обе карты хорошие прежде всего они говорят о том что те кто работу ищет по восьмерочки жезла вы проявляете активность вы явно чем-то интересуетесь с кем-то общаетесь и может быть даже посредством интернета что-то ищете или что-то изучаете к вам приходит нужная информация которая вы сможете воспользоваться это могут быть и любые предложения которые к вам исходят из внешнего мира потому что кто-то вами заинтересован или будет интересоваться если вам есть что предложить внешнему миру предлагаете кто-то заинтересуется вашими услугами в особенности если смотрят меня женщины карта дамы монет говорит сама за себя она говорит о том что вы без денег даже в этом периоде не будете и если говорить о женщинах либо у вас есть дополнительный источник дохода либо вы четко знаете чего вы хотите и вы этого добьетесь то есть трудоустроиться вы можете для кого-то карты могут показывать работу на расстоянии работу за границей работу связную с выездами или работа на отдалении когда вы работаете посредством интернета такое тоже возможно но это большое общение с большим количеством людей и все это то что будет приносить вам хорошую прибыль также многие из тех кто на сегодняшний день не работает смогут и отдохнуть потому что восьмерка жезла может показывать любые поездки связанные с отдыхом с важными для вас встречами все это потребует денег но деньги у вас на это будут если говорить о мужчинах без работы то скорее всего трудоустроиться вам будет помогать женщина и не исключу что эта женщина вашей же стихии телец дева или козерог по гороскопу работа также может быть связана либо с расстояниями либо с выездами но не обязательно если меня смотрят те женщины которые хотели бы работать на себя для вас это возможно но вы должны как можно большее количество людей заинтересовать в том что важно вам и вы найдете единомышленников почему потому что для того чтобы что-то запустить вам все равно понадобится чья-либо помощь также эти карты могут говорить о том что у кого-то есть или друзья или родственники на расстоянии которые возможно переводят вам деньги перечисляют на карточку и здесь есть денежные поступления давайте теперь посмотрим на ваши финансы в общем и финансы для вас выпала одна из неоднозначных карт младших арканов это девять жезлов и карта старшего аркана дьявола то есть явно есть проблемы по прошлому не закрытые а это могут быть любые долги или кредиты любые сложные финансовые договоренности в которые вы возможно до сих пор не внесли ясность или вы пытались что-то закрыть но эта ситуация снова к вам возвращается и снова нужно что-то решать если у вас есть должники то вам очень сложно вернуть деньги если вы должны кому-либо вам также сложно в этом периоде возвращать и скорее всего вам нужно идти на определенные манипуляции или хитрость для того чтобы в данном периоде отсрочить определенные выплаты но если вы имеете дело с банками а не с людьми это могут быть любого рода сложные для вас условия или процентные ставки об этом также стоит подумать потому что вы можете входить еще большую зависимость также этот месяц неблагоприятные для любого рода крупных сделок крупной купли продажи крупных вложений не рискуйте меня могут смотреть люди довольно азартные но по дьяволу вы себе создадите дополнительные проблемы возможно вам даже кто-то что-то будет предлагать интересное шальной или легкий заработок это может быть неофициальная подработка для кого-то из вас или сделки в обход закона если вам приходится на это идти будьте крайне внимательны и осторожны потому что рядом с вами те люди которые вас попросту могут использовать и если изначально существует денежная договоренность то потом могут быть неприятные сюрпризы и вы по факту в чем-то можете недополучать если вы работаете в коллективах и ваши деньги проходят через другие руки обращаю ваше внимание на то что вы тоже недополучаете ваши деньги где-то оседают выяснять с кем-то отношения по этому поводу совершенно бесполезно даже если вы попытаетесь вам красиво что-то расскажут а люди с которыми вы имеете дело умеют убеждать и делают это весьма искусно теперь рассмотрим личную жизнь тех кто в паре те кто в семье для вас выпала карта пажа кубков и карта туза кубков в общем-то две замечательные карты они говорят о том что отношения ваши в этом периоде улучшатся даже если раньше отношения были не очень то в этом периоде вас что-то будет объединять может быть ваши дети может быть совместный отдых может быть какие-то праздники может быть гости которые к вам будут приходить или вы будете ехать кому-либо многие из вас будучи дома действительно смогут немножечко отдохнуть и расслабиться я не вижу чтоб ваша вторая половинка вам в этом мешала то есть каждый из вас может заниматься чем-то своим тем что хочет но если то что касается дел быта вы в чем-то объедините свои усилия то вы очень многое сможете улучшить или поменять потому что вот эти обе карты могут показывать любые обновления связанные с зоной комфорта то есть может быть приобретение каких-то красивых вещей может быть небольшой косметический ремонт у тех у кого есть дети в отношениях конечно же они за то чтобы вы были вместе и ваши детки я вижу что вас будут радовать но если говорить о женщинах почему-то из-за детей в вашей душе очень много болевых моментов для тех кто чему-то учится дома у вас есть хобби увлечения развивайтесь я не вижу в этом помех чтобы вам мешали ваши близкие наоборот кто-то ваши любые идеи будет поддерживать может быть именно в этом периоде вы захотите начать новый творческий проект но это как первые шаги изучения чего-либо но все это вас будет очень увлекать и вы себя будете чувствовать гораздо лучше и увереннее конечно внешне карты могут показывать счастье но я вижу что есть и скрытые факторы то чего не видят другие глаза другие люди и об этом знаете только вы а здесь есть игра и манипуляции на чувствах друг друга взаимные обиды но отношения удерживаются давайте посмотрим что ждет тех кто в свободном поиске для вас выпла тройка мечей и карта четверки жезлов тройка мечей может говорить о том что вы очень многое пережили в прошлом и в настоящем даже если у вас есть уже друг или подруга возможны конфликты в ваши отношения кто-то может вмешиваться или в этих отношениях может быть кто-либо еще то есть карты могут показывать состояние треугольников а вы явно не хотите быть третьим или четвертым лицом в отношениях если вы имеете дело с не свободным человеком тот человек с которым вы сейчас вас не отпускает но и из своей семьи не уходит даже если вы имеете дело со свободным человеком я не вижу полного счастья хотя партнер или партнерша к вам тянется и будет стараться все-таки с вами мириться скорее всего не захочет вас отпускать я вижу в этих отношениях то слезы то радость то слезы то радость если вы по-прежнему одиноки то по тройке мечей вы не сильно спешите с кем-то знакомиться потому что до сих пор в вашем сердце боль прошлого и вы боитесь того что в вашу жизнь могут войти люди либо проблемные либо те люди которые снова сделают вам больно но возможно вас кто-то будет пытаться познакомить из близких знакомства возможны где-то на отдыхе на семейных праздниках может быть вас кто-то куда-то будет приглашать или сознательно будет с кем-либо знакомить почему нет присмотритесь и по четверочке жезлов я вижу что все-таки рано или поздно вы обретете свою вторую половиночку потому что эта карта дома семьи и очага вы одинокими не будете а для тех кто встречается несмотря на то что вы ссоритесь это все-таки стремление к общему быту ну а теперь рассмотрим карты форс-мажора карта форс-мажора для женщин и это десятка жезлов по факту эта карта показывает положительные моменты и то что очень многие непростые задачи в этом периоде вы сможете решить если говорить о подведении итогов этого месяца но вы слишком много взвалили на свои хрупкие женские плечи слишком много целей слишком много обязательств как будто бы вы постоянно кому-то что-то должны но все-таки это хороший результат потому что несмотря на масса помех в вашей жизни которые могут касаться и рабочей сферы и личных отношений по этой карте вы должны идти по жизни с высоко поднятой головой потому что вы этого достойны но эта карта показывает непомерную физическую усталость и многим из вас действительно стоило бы если говорить о женщинах обратить внимание на свое здоровье потому что из-за переутомления могут быть любого рода обострения по здоровью вот это пожалуй негативный момент этой карты также хочу заметить что если меня смотрят те женщины у которых есть суды следствия в прошлом когда что-то вы начинали и эти процессы до сих пор открыты я не вижу чтоб в этом месяце эта проблема разрешилась и вы поставили в чем-то точку то есть здесь вам нужны будут дополнительные консультации юристов людей квалифицированных скорее всего ваш вопрос наново нужно будет пересматривать либо в чем-то вы можете получать отказы кстати если вы оформляете для себя какие-то бумаги или что-то пытаетесь переоформить тоже могут быть сложности поэтому вам нужна будет чья-то помощь и возьмем карту форс-мажора для мужчин для мужчин на форс-мажор выпала карта повешенного а эта карта говорит о том что будут периоды когда что-то в вашей жизни подвисает или приостанавливается даже при бешеном ритме если у вас нет никаких остановок и подвисаний эта карта может говорить о том что вы себя чувствуете человеком которому слишком многим приходится жертвы для того чтобы что-то добиться что-то решить что-то сделать ну а расклад для вас начался с карты джокера древо сифирот поэтому высшие силы вам всячески будут помогать и здесь я вижу очень мощную родовую защиту вам помогают сами предки но здесь могут быть и ставленные работы которые очень хорошо на вас работают если вы раньше ставили на себя обереги или проводили определенные ритуальные работы если говорить о мужчинах то в вашей жизни очень много искушений возможно в вашей жизни есть не одна женщина здесь вам не нужны ничьи советы вы сами знаете как вам поступать и конечно очень много сложных моментов по финансам то что касается работы те деньги которые вы зарабатываете если говорить о мужчинах вам даются крайне нелегко и в работе действительно могут быть любого рода манипуляции внутри работы если вы в коллективе могут быть любого рода интриги и вообще в вашей жизни очень много сплетен вас постоянно кто-то обсуждает и то как вы живете и то сколько вы зарабатываете всем не все равно и у вас очень много недоброжелателей но если говорить о мужчинах и у вас будут приятные моменты радости потому что я вижу возможность отдохнуть возможность расслабиться возможность что-то отметить или с кем-либо встретиться и в общем-то по финансам вы выкрутиться сможете но не рискуйте крупными деньгами уважаемые козероги таким для вас был расклад на июнь месяц пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была интересной и полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться пересматривайте этот расклад по прошествии определенного периода для того чтобы понять что с вами все-таки срезонировало а что нет и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем прекрасного июня а 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